Современные мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открылись в социально-гуманитарном колледже. Современная материально-техническая база создана в ПЕТ-учреждении в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы. Повышение конкурентоспособности профессионального образования» национального проекта «Образование». Поздравления и подарки принимают педагоги социально-гуманитарного колледжа. События действительно значимые. Здесь открылись современные мастерские. В 2019 году Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Волучейского выиграл федеральный грант в размере более 10 миллионов рублей на создание четырех мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Кроме того, на реализацию проекта были направлены средства окружного бюджета – миллион сто тысяч рублей и собственные средства колледжа в размере 10% от суммы гранта. И отрадно то, что молодые профессионалы будут получать подготовку именно в тех условиях, в которых в будущем им предстоит работать. То есть фактически мы сюда, в колледж, перенесли факт, сделали группу детского сада, то есть фактически создали те условия, в которых предстоит в будущем работать. Уверен, что в этих мастерских, из этих мастерских будут выходить настоящие молодые профессионалы. В этом конкурсе на получение грантов принимали участие очень многие-многие коллективы. А вы стали победителем. И федеральный грант получить не так просто. А вы это сделать сумели. Это, наверное, не так часто происходит. На самом деле и сумма гранта весьма серьезная, которая позволила вот здесь стоять медицинский социальный уход. Там мастерская, которая действительно будет направлена на то, чтобы вы помогали конкретным людям. Основной задачей мастерских является обеспечение практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia. Новое оборудование позволит нам стать центрами проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям. Это будут площадки для проведения чемпионатов WorldSkills. Это будут, например, сейчас это уже площадки для такого профориентационного проекта «Билет в будущее», где со школьниками наши заведующие мастерскими отрабатывают уже какие-то профессиональные навыки. Красная ленточка на пути в первую мастерскую перерезана. Можно начинать знакомство. Мастерская, медицинский и социальный уход. В наше мастерской представлена функциональная кровать, как один из видов оборудования. Раньше не было этой функциональной кровати. И студенты это видели только когда шли на практику в больницу. А сейчас нам есть возможность подготовиться, правильно отработать навыки уже до больницы. Современное оборудование позволит отработать навыки по уходу за пациентами, в том числе пожилого и старческого возраста. Изучить основы сестринского дела в терапии, хирургии, то есть в полной степени овладеть навыками будущим медицинским сестрам и фельдшерам. Закупили функциональную кровать. Очень удобная вещь для людей с ограниченными двигательными возможностями. Послеоперационные, старческие. Есть возможность поднятия головного в конце, так же как и опускание. Дошкольное воспитание, еще одна мастерская. Оборудование, представленное здесь, впечатляет не то, что детей, взрослых. Чего стоит только интерактивная песочница. И ребята что делают? Готовят боевую тактику, так скажем. Играть можно вдвоем, да, и продумать, как защитить эту базу. То есть можно изменять ландшафт, опять же, да, песочек повыше сделать, защитить. Либо вот такими движениями, да, уничтожать противника, да, либо подсыпать его. Педагоги и студенты учебного заведения уверены, работа в мастерских позволит поднять уровень квалификации местных молодых профессионалов на высоту. Больше все-таки интересно то, что связано с техникой, потому что 21 век, внедрение технологий уже даже в дошкольные учреждения. Детей мы учим работать с компьютерами, с интерактивной песочницей, с айду-квестами. Наверное, вот песочница самая интересная, лично для меня. Кроме того, на базе учебного заведения представлены мастерские, преподавания в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес. Во всей стране сегодня уже создано 800 современных мастерских, а до конца 2024 года будет создано 5000. Реализация проекта направлена на модернизацию профессионального образования за счет внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север».